В этот раз я впервые за долгое время почувствовал, что надо покупать биткоин. На этом падении было слишком много паники, но у падения было слишком мало причин. Эдвард Сноуден, 13 марта 2020 года. Ну что друзья, добро пожаловать на канал о крипте. Надеюсь, что у всех все отлично, несмотря на вот этот ужасный рынок, на пятницу 13, на кровавый четверг и на всю неделю ужасную. Сегодня будем разбираться, что произошло, что будет дальше, какие сценарии дальнейшего развития биткоина и в целом рынка криптоиндустрии. Ну, соответственно, немножко сами подумаем, что может дальше произойти. Конечно, если мы посмотрим на график биткоина, это падение было просто умопомрачительным. Мы практически дошли до уровня низов конца 2018-го, начала 2019-го годов, когда биткоин опускался там на уровень в 3.200. Если мы посмотрим на этот график, нам даже сложно заметить, куда он опустился, потому что вот эта свечка, она опустилась даже ниже уровня объемов торгов на графике TradingView. Конечно, ужасно. Поэтому я здесь и указал, да, на зеленом. И, соответственно, в красном кружке вот здесь вот мы до сюда падали до 3789 долларов. Давайте вначале мы поговорим о майнерах, потому что именно от майнеров, а не от холдеров, зависит, какая будет стоимость биткоина. Потому что они его добывают и, соответственно, они редко будут работать в минус, особенно во времена нестабильности, которые сейчас у нас на всем рынке. Здесь речь идет не только о криптовалютах. Итак, смотрите, хешрейт у нас был на пике в этом году 136 миллионов, да, тарахешей. И он сейчас упустился до 102, почти до 103 миллионов тарахешей. Это достаточно большое падение, но тем не менее мы находимся выше 100 миллионов тарахеш. Если разбирать мощности майнинга по странам, то смотрите, какая у нас вырисовывается картина. 65% всех мощностей майнинга принадлежит Китаю, 10% США и 10% Чешской Республики, 7% России, но почему-то включена сюда также Украина. Далее у нас идет 3% Грузия, 1% Индия и 4% остальные страны. Кто у нас находится сейчас в зоне риска в связи с падением цены на биткоин? На втором месте Индия и Грузия с совокупным майнингом 4% от общего количества хешрейта. Также у нас США в зоне риска, причем на первом месте 14% от общего хешрейта. Если отталкиваться от 8 центов за киловатт в Индии и Грузии, то прибыльными, конечно, будут самые новые майнеры. С19 Pro еще даже недоступен, С17 Plus еще прибыльный, потом у нас идет Т17 Plus также еще прибыльный, Т17 уже не прибыльный и, соответственно, дальше майнеры тоже не прибыльные. В США вообще ужасная ситуация, поскольку стоимость киловатта 12 центов и прибыльным является только самый новый асик, которого еще, скорее всего, нет на рынке и майнит этим асиком только битмейн. Все остальные идут в минус и, скорее всего, то же самое и с другими странами. Поэтому, фактически, США, Грузия, Индия и другие страны у нас в минусе и у нас остался Китай, Россия и Чешская Республика. Совокупное количество хешрейта, которых составляет 82% от общего хешрейта. Разберем Россию и Чешскую Республику, сюда также входит еще Украина и общее количество хешрейта у них составляет в совокупности 17% при 6 центах стоимости 1 кВт электричества. Это довольно низкая цена за электроэнергию и поэтому много асик машин, они до сих пор являются прибыльными. Если мы будем спускаться по списку, то даже S17+, еще прибыльный. Неприбыльным уже считается S11, ну и, соответственно, S9SE и другие более старые модели асиков. Теперь переходим к Поднебесной, Китаю. Хешрейт составляет 65% от общего хешрейта. Ну и цена на электричество одна из самых дешевых в мире, 4 цента за кВт-час. И поэтому практически все асик майнеры являются прибыльными, даже модель асика S9SE до сих пор является прибыльной. Таким образом, последней ценой биткоина, которая является терпимой для майнеров, именно для китайских майнеров, у которых самое дешевое электричество, является 3000 за биткоин. Потому что ниже 3000 майнин биткоин вообще не прибыльно. Дойдем ли мы до этих уровней? Сложно сказать, но многие уже сдаются. Многие трейдеры говорят, что мы пойдем ниже, пойдем на 2, пойдем на 1000. Даже очень крутой трейдер Питер Брент, который в принципе определил, что у нас хаи будут на 20 тысячах, и уже на 20 тысячах сказал, что мы уйдем где-то на 4000, и все говорили, что он вообще сумасшедший. Вот даже он сейчас сдается, и он сейчас, смотрите, что говорит. У него спрашивают, вы говорили, что цена биткоина будет 5500, именно в этот раз, то есть мы не опустимся ниже 5500. Что вы сейчас скажете? Что-то изменилось? Может коронавирус, либо еще что-то? И смотрите, что Питер говорит. Если я буду смотреть на этот график непредвзято, то я скажу, что мы пойдем ниже 1000 баксов. Поэтому, конечно, очень все странно, очень все сложно, очень все тяжело воспринимать. Но вы знаете, если разобраться, не это ли является капитуляцией? Когда абсолютно весь рынок, абсолютно все уже ждут самого худшего, ждут 1000, а может быть ждут 800 баксов за биткоин, может быть даже 600 баксов за биткоин и так далее. Не это ли на самом деле самая настоящая капитуляция? Потому что фундаменталы биткоина, они не изменились. На самом деле биткоин был создан для таких ситуаций, создан для кризисов, он создан был после кризиса 2008 года. И поэтому ему, конечно, только предстоит отстоять свою позицию некого безопасного актива, когда все вокруг рушится. Как там, друзья, говорят? Понедельник день тяжелый, поэтому в понедельник мы и многое узнаем. Даже DaVinci G15 говорит, что в понедельник мы посмотрим, что будет с рынками фондовыми. Потому что Трамп объявил чрезвычайную ситуацию во всех штатах Америки. И, соответственно, если рынок посыпется, то есть большая вероятность того, что биткоин тоже пойдет вниз, поскольку он некоторое время на протяжении нескольких недель двигался так же, как двигается фондовый рынок. Тогда, соответственно, мы поймем и уже будем делать какие-то выводы. Кстати, не забывайте, что халвинг биткоина осталось чуть меньше двух месяцев. И спустя это время майнить биткоин будет невыгодно, даже когда он будет стоить по пять тысяч. Теперь смотрите, давайте, в принципе, подумаем и поговорим по поводу этой ситуации. То есть в мире творится черти что. Сотни тысяч людей заразились коронавирусом. Тысячи людей, они просто умирают. Страны закрываются, не впускают, не выпускают никого. Соответственно, очень проблематично будет доставать потом медикаменты. Потому что основной производитель медикаментов это Китай и Индия. Если границы будут закрыты, соответственно, непонятно, как другие страны, в том числе США, будут получать медикаменты и медоборудование. Люди начнут паниковать. Первым делом они что будут делать? Они будут забирать денежки с банков. Банки, возможно, поставят какие-то ограничения на снятие денег. Потому что они тоже будут бояться того, что просто банковская система лопнет. Люди начнут еще больше паниковать. Начнутся продажи каких-то ненужных вещей. Но, соответственно, никто не будет их покупать. Потому что все тоже думают о том, как бы выжить. И если, например, банковская система лопнет. Соответственно, сейчас говорят, что наличка. Наличка. Если есть наличка, значит ты в безопасности. Ты в безопасности, если есть наличка, только при условии того, что эта наличка чего-то стоит. Если же банковская система рухнет. Если же финансовая система развалится. То, соответственно, деньги, именно фиатные деньги, они в принципе могут ничего и не стоить. Плюс еще вы должны учитывать тот факт, что многие люди будут просто на карантине сидеть дома и никуда не выходить. Если вы сидите дома, вам нужна еда, вам нужна вода. Соответственно, как вы будете ее заказывать? Посредством интернета. В интернете наличкой вы не сможете в принципе оплатить. Короче, замкнутый круг. Сложно что-то предвидеть. Биткоин биткоином, а вот многие проекты, у которых нет реальных технологий, точно могут сдуться в этот раз. Прожили криптозиму? Ну, тогда попробуйте пережить всеобщую пандемию и панику на всех рынках, не только на рынке криптовалют. Ну что, друзья, вот такие вот мысли вслух. Об эфириуме мы поговорим немножко позднее, потому что у эфириума совершенно другие проблемы. Он столкнулся с такими проблемами, с которыми никогда не сталкивался. Особенно проекты, которые создаются на эфире. Тот же самый MakerDAO и другие проекты децентрализованных финансов. Там, конечно, вообще полный дурдом. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо за то, что подписываетесь, комментируете, ставите лайки. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации. Какие у вас планы на ближайшее будущее. Подписывайтесь, не забывайте тоже ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Потому что мы в интернете в любом случае будем встречаться, несмотря ни на что. Всем еще раз спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok